может сбежим ламстер и распишемся вообще сейчас я предпочитаю чтобы у меня называли оскорблять 21 год мне где ты живешь я живу в уютном гнездышке литейный 12 город санкт-петербург святая русь но каждый наверняка по-разному воспринимает я воспринимаю это как арт-резиденцию мне мне дали возможность и большое спасибо ребятам кто это сделал я не знаю лена только параллельно знаю мне дали просто крышу над головой чтобы я мог писать тебя призвало место прозит бы не говорили никто просто место перетащил тебя сама сточу а мой ну так скажем фокус внимание он находится на тех вещах которые делают меня счастливыми они наоборот а когда ты счастлив ты способен что-то делать я это могу говорить с полной ответственностью потому что когда я был несчастлив и не делал или я не делал потому что я был несчастлив ну короче это можно вертеть по разному эту модель а здесь я счастлив и я делаю что-то такое особенно это место дает очень недоволен шагит не мог получить в другом месте сравнение вот я сейчас возьму январь и февраль февраль фактически с 1 февраля я тут январь я жил один в коммуналке и в принципе занимался тем же самым но из-за того что находился постоянно на уровне чувств на уровне духовного восприятия и виду видимо отсутствие людей я больше уходил в такой неосязаемый метафизический мир я чуть с ума не сошел а здесь есть люди которые вот ты можешь взять их за руку посмотреть в глаза это люди и ты вот прямо здесь сейчас как я здесь сейчас с тобой разговариваю я же не разговариваю с кем-то я же говорю с тобой вот как наоборот перебор тут будет наоборот многих людей сводит сумма здесь то что куча народу куча инфы куча всяких событий происходит энергии очень много разные людей просто городе лично это всякая то есть у меня какой-то момент я четко ощутил что вынка перегруз рядом то есть я пытаюсь на своем сосредоточиться а эфир просто забить чем другим может такой статус вполне возможно и в таком случае я не буду что-то пытаться менять здесь людей менять в первую очередь я не буду я сегодня впервые сегодня вышел вот за мелками и впервые когда шел по литейному я почувствовал что я в европе нахожусь сегодня есть сколько с августа месяца живу в петербурге и сегодня у меня такое вот это что такое оказывается вот это как может выглядеть я в европе вот сегодня такой я жил в советском ленинграде таком с августа то есть папа вайбу а сегодня я вышел и осознал что он блин это европа есть не закончены актерская я два курса учился на третье меня взяли несмотря там на все мои прогулы я ни один экзамен не пошел сдавать потому что собственно чувствовал что мне это не нужно вот но тем не менее на третий курс меня оставили просили что-то сделать но в тот момент я уже очень плотно искусство сам познавал через книжки либо смотрел что-то и вместо театр это такое коллективное действие а я начал заниматься акциями художественными вот недавно попытался инсталляции заняться двумя две инсталляции уже я сделал но они как-то такую сцену что ли как галерею иногда когда фотки выкладывают как кинозал когда выкладываю кусочки фильмов или стендапа вот и как так двигаюсь столько хочется спросить про искусство ты можешь сказать это художник конечно любой может назвать художником все захочет или нет любой кто может это себе позволить кто может позволить себе а быть собой и б иметь это иметь это нет не иметь игру как рэпер выражается быть художник то есть вот смотри сейчас за твоей спиной это тоже ты сделал с нуля практически и это я так понял одновременно был и перформанс и и просто некая работа как художник или это небо просто просто выглядело это реально как перформанс не такое несколько этапов во первых там на лестнице я не видел мне все об этом рассказывают что это еще и горело а потом после этого часутки примерно это стоял там и это выглядело я я в данном случае не заострял внимание на как бы чтобы удивить и я просто как творю я вот смотрю на картон до положим и просто разрешаю себе его поджечь смотрит кто-то не смотрит смотрит это же круто но есть это выглядело как перформанс то это значит и было таковым для тех кто так почувствовал для меня в этот момент и вообще живопись но не и я не называю так ну то есть я так говорю чтобы людям было понятнее я работаю либо я пишу на самом деле но это некий камлане как вот у шаманов только вот у меня сейчас например вместо этих штук мелки ты довольно утреблен сейчас до того что он крутой вот мне сейчас хочется такую штуку сделать можешь коротко но как будто типа для чайников вот смотри картонка на которой до хуище всего разного ваш даже ну то есть можно разглядывать залипать и так далее а все в целом вообще чё интересно просто что ты скажешь это то в чем я останусь и что такое мечта это это как мультик знаешь в детстве многим запрещают смотреть мультики вот доешься посмотришь мультик и вот ну может быть неудачный пример но это первое что в голову пришло поэтому я буду развивать именно это люди просто себе анестезию такую в виде мечты и делаю ну типа вот когда то вот сейчас я поработаю у меня такое было я полтора месяца работал продажником в трейдерской конторе и ну а мечта у меня там сцены живу весь как раз таки в то время зарождалась я такой думал вот поработаю пока продажником а потом у меня потом в итоге нет нет не так это работает хочешь написать картину берешь 23 рубля стоит один милок и пишешь вот у меня нет денег сейчас 0 ни одной картину я не продал от кино у меня уже ничего не осталось новый проект фильма только летом я без денег полностью я могу пойти работать но я же не хочу я художником хочу быть актером неважно поэтому этим нужно заниматься а деньги деньги то что приходит атрибут это не цель никакая просто это атрибут это даже не средство это то что просто приходит у меня сейчас намерение и я вот сейчас говорю откровенно у меня сейчас намерение несколько работ в общем не суть не буду про всех говорить про все планы а то могу в итоге оказаться вот но на несколько картин я прям делаю намерение чтобы продать их вот за счет этого я пойду дальше 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 двигаться это о чем ты говоришь краски все это но есть бы я не не плюнул бы там на на какое-то время на это все и там пошел бы зарабатывать вот например этих картин не было бы тоже весьма философски смотри я представь что если твою картину купили заберем у тебя появился ля или он будет сделать это когда завтра сейчас начаться скоро вот сейчас мы допишем и можно будет потратить можно будет уже выйти до сбербанка можно будет обналичить до чего ты будешь делать пока не отняли это опасность первое что я сделаю это честно вот сейчас без дураков и никому не подлизываю я бы сделал вечеринку бассейна только настоящую у бассейна потому что вы дали мне место где смог что-то сделать чтобы последствия это принесло миллион а возможно не так может миллион мне придет откуда-то из другой ну то есть я не ограничиваюсь только живопись не не хочу ничего выдумывать сперва короче грубо говоря про ставлюсь так на руси принято но потом а джинсы еще надо купить у меня тут дырка уже образовывалась мне кажется это потом можно вывесить а последующий продать как уже на наши до зайцы покроются позолотой после продажи всех ну вот когда куплю когда куплю новые джинсы я скажу что это вообще-то произведение искусства я работал над ним знаете сколько и короче они стали меня подзывать в этот языке не на цели после уже драки вы стали меня подзывать сажать возле себя вместо жюри стали со мной знакомиться все вот и на этом фестивале я получил награду за лучшую актерскую работу первую в своей жизни награду вот причем от звезд советского союза как выяснилось позже через 10 лет ты будешь супер известным художником зарабатывать над областью прочь конечно буду но на данный момент что-то мне подсказывает это уже давно меня через десять лет не будет я буду мое имя будет вот этого тела не будет страшно я хотел бы задать тебе все эти вопросы действия но за лёгко я понимаю что это просто так через десять лет не буду а через пять через пять будет интересно какие у тебя на такие вот ну смотри я не думаю что это россия хочешь не я не хочу уволить я люблю россию очень сильно люблю но я уже сегодня шагнул немного в европу то есть вот так я не хочу отсюда уезжать но но вот так я уже сегодня наступил на эту землю как себе перспектива просто жить вообще не в этой грубой материальной вселенной так вот я говорю это произойдет но я отец чуть больше прожил то есть 10 лет если если меньше десяти лет то где-то меньше 31 у меня отец до 33 до возраста христа даже почему убили перепутали с младшим братом а на следующий год младшего брата убили на тебя это повлияло тебе сколько лет было мне было 9 9 я знал представляешь ну то есть но если попрощался мы с ним ну как бы попрощались заходил гостей луфи летом это было то есть из норильска приехал в уфу а потом что-то меня потянуло побежать на балкон но это с другой стороны дома и он так открывает дверь в него газелька он так открывает дверь и машет и я ему машу я понимаю что его больше не увижу потом я поехал в деревню ну то есть к вечеру я уже был не в уфе а в деревне и в деревне я понял засыпаю что все но типа завтра мне скажут и я себя настраивал типа не плачь не плачь я проснулся действительно мама меня посадила сказала я не плакал поярку у меня там бурю мы тоже представляем но как посадили посадок и вот помню и ты его очень что ты думаешь за дешевти и порой а вот и о вот такая традиция утвержденной но это было вот ну потому что было очень хорошо действительно с ней она уже не относилась и остаться курина и с т.д. луфей это вот ну что вы то есть там на корол дәсвилей вы это вот так и тоже так как это очень много лет штуку которую мне очень сильно ну вот осталось памяти но это типа священник он читал молитву он собрал у всех только что раздали деньги он всех собрал и с таким жалостливым видом с этим пакетом вонючим пластмассовым пластиковым подошел и сунул мне эти деньги представляешь я до сих пор помню его редкую бороденку но он такой был до чувак странный только чтобы все раздали да не спокойно уже спокойно я всеми своими болячками душевными переболел за этот январь я проснулся одним глаголом это я могу назвать так я проснулся не это не совсем внезапно в этот раз внезапно было летом 18 года там это продержалась два-три дня а сейчас я и я как будто бы захотел проснуться ну вот как когда ты спишь и осознанное сновидение приходит тогда когда у тебя появляется намерение и вот то же самое намерение у меня появилась теперь я часто засыпаю несколько раз за время этого интервью засыпал я не говорю что я не сплю никогда но я стараюсь помнить о том что можно проснуться что можно включиться и здесь и сейчас оказаться и взять то что чего ты хочешь почему-то почему-то изменилось не просто взглянул на себя со стороны и подумал об этом ли я мечтал ну мечтал условно этого ли я хотел я сидел с сиськой пиво надеюсь мать не увидит это интервью я сидел с сиськой пиво обрезки перед ноутбуком простите девушки тут есть несколько девочек вы не знаете я знаю я вижу в общем с хуем в руке сиськой пиво глотал это пиво смотрел на женщин вот просто на экране я знаешь как будто бы вылетел из этого посмотрел ну вот на это все и такой смотрим потом возвращаюсь в это тело уже все проснулся смотрю на это все пошел штаны надел кофту причесался как-то полегче стал взял блокнот начал рисовать вот эту картину которую как я сижу сиськой пиво я все выбросил естественно потом начал выбрасывать вещи очень много вещей выбросил неприятных я но это же не не позволял себе сентиментальней через и рыдать и был жест ток в некоторых моментах жесток 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 вот ну и как-то так вот потом начал путешествовать по питеру какие-то вещи реализовывать которые вот себе прикольный класс и жанра пробил дно короче у меня такая можно сказать что это называет полюбил я как будто бы сам стал своим ангелом хранителем на секундочку вернее его глазами может быть посмотрел но мне стало так жалко этого парня вот этого одинокого с 16 складками на пузе до с пивом вонючим за 83 рубля я такой думаю типа ты жиле этого типа читаешь ты же знаешь что он стихи писала не только все идет по плану ты же блин ну я не знаю напиши чего-нибудь посмотри чего делать начни кроме поступательных движений рукой и поднимательного выпивательных движений возьми ручку нарисуй что-нибудь вот так ну январь был жесткий да что такое любой вообще любовь любовь это принятие и когда ты любишь я люблю всех когда ты любишь ты ничего не требуешь от человека как будто бы вот я никого не готов наполнять если ты не готов наполнять любовь лето любовь хорошо можно же любить как раз таки не наполнением своим отсутствием но девчонки скоро я вернусь в игру держитесь главное это определить что для тебя главное когда ты думаешьет но я это все равно так я ничего не знаю я думаю что это действительно вот так и не знаю а вот так ты пауле лет Duke динелки что вы думаете кто-то ненав bare я думаю я говорю Продолжение следует...